Девушки отдыхают Победу одержал Марк Селби Начальник Дорджона Кингеса был не слишком хорош И Селби Партии 5-6 Он, да, не сверх выдающийся, но в сезонном рейтинге Селби занимался Итог был у борта, около средней лузы Содержал определенную изюминку Ну и пока я так вот хвалю Даже выбрал шар, который был левее черного Чемпион чемпионов, но этот турнир не рейтинговый Ошибается Селби В сезонном рейтинге Хиггин занимает 13-ю строчку Нашел шар Хиггин После спада уже, после спада Джон заиграл Заиграл более-менее прилично Но мне все-таки кажется, что Марк Селби можно вспомнить Просто блестящий матч Мастерс и Волшопен 7% И тот же провал Но с такой серьезностью Подошел вот Хиггинс Именно Вот кто-то будет Впереди, кто-то позади Волевые качества и того и другое Красный Ну нет Тут не отыгрывается А пытается забить Черный шар Чуть-чуть не хватило А Марк Селби отыгрывается Он похоже атакует Прокатывая биток вперед Нет, нет, нет Ну вот такая Чемпион мира В трех различных декадах Конечно же Игрок Уже все в снукерном мире Заговорили о таланте Марка Селби И потом уже в дальнейшем Он Стоит похвалить его И сразу картинка была Ну сейчас надо попадать Желтый мешает Вот еще в чем дело Толсто Фал Это Ватхиггенс Да, красный в лузе И большие шансы на то, что получится снукер Ну либо от синего Та же самая схема Идея понятна На правой части Надеется на правую Селби Совсем не очевидны Очень сложно было что-то Он рассчитывал что? Рассчитывал попасть Реализовать его не удалось Это стоило Марку Селби Встретитель этого матча Встретится в следующем раунде Рейтинговых очков Потерять первую строчку Надо на каждом турнире Рейтинг Стюарт Бинхам Точная борьба разворачивается За попадание на Принимают участие Да, ну а там Большой, но где Отыграть только Один турнир Дебрал Но потом Упустил инициативу Два хороших результативных Достаточно уверенно Должен его выполнить Джон Хиггинс Желательно подкатить биток Очень точно По стороне Ошибается И это напоминает эпизод Из предыдущего фрейма Вторая попытка Ну вот это Хороший удар Очень хорошо Удалось И хорошо Удаются Ну не знаю Хорошо Не так долго Она продолжается Наверное Минуты Четыре Где-то Но в целом Я думаю Что украсит Наш матч Тактическая борьба Гульзавичар И выход Состоится Играет Марку Хорошо Подкатил Хорошо Попадает На этом все Ошибся При выходе Попадает Марк Где Где Джад Трамп У него 60 Ну у него были Матчи по 3 Всего 10 очков И Хиггинсу приходится Отыгрываться От бортового Красного Нужно попадать Тонко А вот это Не удалось Биток далеко Не Ну если Шар виден Если он играется Даже Надо еще Быть уверенным В выходе Может один Из них Поближе К правой Лузе Подойти Нет Нормально Ну С красным И черный Такое Может получиться О как Биток Да Снакерит Хиггинс Вот так Второй фрейм Много Тактики 12 За 6 матчей То есть В среднем Две сотни На матч Но Вот Считаются лучшими В мире Тем интереснее Смотреть Бывает Очень сложно И мы тогда Просто изумляемся В фантазии Игроков Расчету Ох Опасно Красный Тут Небольшой Левый Винт Есть Только Как Опасно Нет Желтый Не задел И черный Тоже Не задел Было бы Еще удобнее Играть Есть Розовый Волкин И Шарим Снимет Свой взор Бингхам Сравнял Счет 1-1 У него С Гилбертом У нас Посложнее Борьба Ох Хорошо Не ювелирная Но достаточная За коричневый А то и за желтый Нет Хорошо Отыграться И уже Предоставить сопернику Сложный удар Не дорезал Немного Потом Не было Столкновения Ну все Успешно И идет Точно Думаю Что Вечерний Снимать Между Трампом И Лисовским Будет Ну полным Антиподом Вот это Может быть Может быть уже Это атака Второй слева Красный Да И попадает Это отрадно Для Сэлби Он еще и забил его Но Эта атака была Вынужденной То что Сэлби Раздает Подтверждение Тогда легкий прокат Сейчас на черном И можно играть Этот шар Просто Вести серию Сэлби Угол Позволяет Направить Биток На нижний Красный Ну Этот как раз Второй слева Красный Может остаться На месте Вот так И получилось Удаст В итоге Должно Быть Попадение Сэлби Сэлби Много Тактики Было Ну И вот Таких фреймов Таких фреймов Марк Сэлби За свое С другой стороны Сколько таких партий Выиграл Хиггинс Имея Крупный перевес По ходу Фрейма 65 А в розыгры 67 И Вырывал Такие победы Ну И тот Другой Ну И Лежний раз Хочется Скажем Что в этом Плане Сто Роль Может просто Удастся Понравился Оформить Полсотенную Серию Но Уже Ошибается Вперед Бинхам 2 1 У нас Чуть Медленнее Развивает Разве Видит Левый Шар Похоже Что Да Ну Тогда Cross Double Такой Удар Выглядит Не сложно Казалось Что Си Не мешает Такому Варианту Биток Под черным Не дорезал Красный Мат Шары Под розовым Также будут Играться В правый угол Убирает Стратегически Важный Шар Это Не видно Пока Вот Инди Кончик ЗК Постоянно Виден И такой Это Именно В некоторых Эпизодах Даже Отбиваться Да Вот Даже Появиться Должно Присутствовать Здесь Можно делать Выход Вот На один Из Трех Шаров От борта И вот И сложно Она вдруг Начинает Превращаться Черный Вернется На свою Отметку Не стоит Забывать Что Джон Правда Не так Сириен Джон Но мы говорили О том Что Соперничество В серийности Ирония Сальвана И Стивена Хенри Ну Ирония Сенчери Но ведь И Джон Хиггинс Близ Моменту 30 сотенных серий Разделяют Хендри Хиггинса Ну И если Джон Важные турниры Ну вот На тот же Мастерс Например Да В списке Самых серийных Игроков Истории Мирового Снукера Ну Время Идет 800 Серий А то и больше Может быть И тысячу Кто-то наберет Моложе Роню Сальвана 14 лет На руку Джады Конечно То в какую эпоху Он принимает Ну В прошлом Суни 74 В этом Уже А так До этого Не было Полусотенных серий А вот В матче Идущем За соседним Надеется Найти Снукер Марк Селби Но пока Избирает Селби Ну что ж Четыре раза Надо сыграть После Если чуть вперед Заглянуть Очень интересную Позицию Занимает Вот именно На этом шаре Очень И все верно И в то же время Это самый сложный Из красных То есть еще Из этих соображений Стоит его оставить Может быть И 15 Красный Стоит играть Антел Уже Я думаю Рассмотрел И в их начале Повыше Надо поднимать Биток Хороший Хороший Тоже Он не лишен Смысла Коричневому Чтобы была надежда Еще и на Свободный шар Ну подвел Отлично Биток Размеренный удар Желтый Все-таки Нет Амала Нукера идет Хороший Вторая пара Ушла уже На перерыв Забить Но вот Получился Снокер Успешно Сэл Без него вышел Практически В лоб Биток пойдет К черному борту Першить Свой путь В районе Черного И это По-другому Чуть красный Не упал Изменилось Положение Но Это фол Во фрейме Заслуженную Да Точен Хиггинс Черный Открыт От группы Отыгрывается Сейчас Может Активизироваться Позиция Несколько Шаров Наташ Сыграл верхним винтом Хиггинс Ходить Нижним винтом Это уже будет Непростой Удар И биток Близко К синему Будет Базволяет Выйти На третий Снизу Красный Продолжение Видим Шарф Отыгрывается Отыгрывается От него Можно переводить биток К дальнему борту А красный Возвращать На ближнюю половину Стала Попал Харф Какой серийности Демонстрирует К нижнему красному Подкатывает Биток Марк Точно Точно Солей И уйти Важно Важно И лузу В каждом Фрейме Была крупная Серия Три с половиной Фрейм Мог бы Разыграться Но Здесь Просто Перейти К дальнему Красному Из этого Подхода Очков Ну и Аббасовсем Завал Катился Катился Подходе Уже Завидное Преимущество Имеет Да Не всегда Так бывает Но Это И оформить Джон Если Разберем Вывести На лучшую Позицию Брейк Шестьдесят Нет Пятьдесят Восемь Очков Получает Не дорезает Красный И Пятьдесят Восемь На Угол позволяет Переходить Опять К черному Можно Собрать Их И Потом Ити Уже На Подбой Группы Болельщиков Снукера Женщин Порто Тоже Не будем Отбрасывать Атака Атака В левый Угол Ой Множество Множество Один Четыре Получил Правый угол И прокатывает Биток На Черный Небольшой Уголок Все-таки Есть Нижним Винтом Получается Достаточно Уверен Исправлен Ну и здесь Пойдет Вверх Биток И будет Продолжение Либо вправо Либо в левый Угол Нужно Марку Сыграть Ну и Лучше Выходить Ну и Вот Фреймбол Ой Не попал Биток Будет Стоять На Черный Борт Не Надо Уводить Позицию Ну и При таком Варианте Красный Пойдет К середине Черного Борта Будет В плохой Позиции Ну Забит Не Ну Это Не То Не Удара На Розовом Да Отправляет Вовл Уз Может быть Все Иде К Сол Фрейм Будет Окончен Перерезал Красный Марк Но Хитрый удар Делся Ну а Так Получился Снукер Ну и Зад И уже Ну и Все-таки Сэлби Отбор Ты Играет И плохо Играет Фал Мисс Ну вот Сейчас Опять В розовый Да Что ж Такое Снукер Ну что Неужели Опять В розовый Нет На этот раз Ну вот Сэлби Подкатывает Группе То Скорее Всего Последует Увод Бесконечно Это продолжаться Не может Увод Битка К дальнему Борту Разрядится Эта Обстановка Ну а здесь Даже за желтый Может пойти Биток Нет На осторожном Вот и битка К черному Борту Ну вот Перелезал Джон Ну а здесь Правый Красный По левой стороне Вот битка Из страховки Наши Борт Может получиться Выход на красный В левую Среднюю Ну вот Как раз Взрат к черному Пока позиция Закрыта Есть В распоряжении Ну вот Дает нам Ракурс Шар Правее Розового Точно Хороший выход Но есть Мощная Тяжка И Ну а Селби Все-таки Пошел на подбой Похоже Что Отметка На черную На черную Левую Среднюю Выходить И даже На правый Угол Вот На левую Среднюю Точных Провести Хоть так По виде Открыть Тут уже Нет Замысловатых Каких-то Уже 60 Разгорится С новой Силой Бет Джон Хиггинс Начинает Седьмой Ну и Скорее всего Это перевод Бетка К черному Борту Атаковать Здесь Поставить Беток Ну вот Смотрим Пойдет Атака Узко Взял Красного К зеленой Лузе Выполнил Хиггинс Так А что это Ну а Гилберт Вышел Вперед Он Выиграл Оставка В том Плохо Идет Красный Ну удивительное Дело Джон Не сыграл Такой Шар Выход На черный Может А ведь Забивает Дает Выход Коричневый Но все-таки Зеленый И зеленый Дает Ну Там Раза Три-четыре Занимал Уже он Стойку И поднимался Ну да Это вот Загрошу В угол Шар Не проходи Ой Опасно И не попал Вовсе Пал Красный Видимо В полный Контакт Попал И удачно На Индиан Опен 53 Минута Я стал Смотреть Что-то Вот Рекорды Там Антирекорды Ну Оказывается Оказывается Матчи Ну Сейчас Я Не помню Там Не очень известные Игроки Были Фрейм Так Ну Неказисто И они Решили Им надо было Какие-то Пау Часов Пару Часов Были В магазине Приходят Ну Какой Фрейм Идет Счеты Время Вот Почему Не рекорд А на Сам Пошли Похвалы Ну Один зритель В кепке А вот Дедушка В очках Юный Пионер Который Жаждал Папайск Им станет Черный шар Прямо Подряд И у нас Пол Но 4-3 В его Пользу Очков На сотню Хватает Плохая Позиция Правых Красных Ну а тут Вот такой Провал Шел На сотню По-моему Нет Там Два Подхода Было Так Шел Начал Подход Марк Попадает Красный Ну Марк Дабл Был Сложный 50 И 570 Если Забьет Черный Шар 121 Ну и Постараться Прервать Это Ну и Биток Примерно В эту же Зону Может Идти Закоричневый Бортов Перерезал Джон Сэлби Хуже Сыграл Красный Шар Отошел Рядом С Розовым На Синий Синего Да Красный Виден Отправлен Шар Ну а Нижний Так и Просто Невозможно А Нижний Вин Самый Счет 4-4 У него С Гилбертом К этому Сремится Уверенно Сыграл Джон Удара Ну а Здесь Верхним Винтом Есть Выход На Левую Среднюю А Если Использовать Борт Играть То Через Правый Борт Получается Переход Опять К черному Что Победа Но Очень Близкая Победа Во Фрейме И Прямо В Лузу Ну Да Сармин Да Сармин Ну Забить Не Удалось И Отдал Отдал Лучше Лучше Но Такой Тоже Устраивает Синий Шар Фреймбол Либо Цветной Дороже Отправляет Синий Вузу На Высокие Шансы На То Что Будет Решающий Фрейм В нашем Матче Ошибается Хиггинс Но Этот Промах Уже Равный 4 4 Джон Хиггинс Начинает Девятую Партию Переводить Биток К черному Борту И На Этот Раз Не Попадает Синий Это Вот По Другому Желательно Если Биток Пойдет К зеленой Лузе Чтоб Не Виден Был Атаки Не Рассматриваем При Счете 4 4 Тут Не До Сам Дебют Этого Фрейма Стать Замысловатым Таким Из Ой Плохо Точен Джон И Пойдем Пойдем Отодвигать Как-то Шар Шар Для Продолжения Пару Шаров Есть Играет Позицию Пока Используется Не Делает Каких-то Сложных Ударов Брейк Джона С 12 Очков Начал Ну и Вот Очередная Полусотенная А у Сэнби Было Две Полусы Турнира У Марка Уильямса 131 Очко Она Конечно Но Четко Да Точен Хиггенс Зато Чтобы Хиггенс Сделал Трехзначную Серию Ну вот Сразу Ну Кира Конечно Не возражали Если бы Спор Этих Мастеров Решился Не в этом А в один Есть За что Спорить Игрокам Мы уже Не раз Подчеркиваем Место В годичном Чем Все таки Отправа Нет Ну что Рейтинг Конвертируется В И Получает Соперников Послабее Чем Выше Рейтинг Должны Доставаться Более Слабые Соперники Попадает Хиггенс Выход И Неудача Сэлби Битка Нанести Удар И Чисто Попадает Без Каких Либо Коса Этот Шар Сейчас От него Ничего Не Зависит Ну А если Выиграет Джон Хиггенс Толпиона Мира Такое Возможно Только В одном Ну В таком Доиграть До победы Тут Еще Ну Оставить Биток На отметке Коричневого Не удалось Забить Тихо Сыграл Хиггенс А Сэлби Высматривал Атаку Не дарит Вот Это Уда Ждение Направить Нет Просто Забивает Хиггенс Аккуратно Где-то Может Получиться Выход На Зеленый Несли Пройдет Связка Красно-коричневый Шар В лузе Забивает Он был Связь Он был Собран Был хороший отрезок У Сэлби В матче После перерыва Поздравляем Поздравляем Джон Сэлби Сэлби Сэлби